Здравствуйте, друзья, меня зовут Богатеющий Ди, и добро пожаловать в одно из самых важных видео на моем канале, которое должно увидеть как можно большее количество людей во времена потенциальной Третьей Мировой Войны. И я часто говорю о многополярном мире. Что такое многополярный мир? А затем осмыслить его и распространить по социальным сетям, телеграм-группах и так далее. Это поможет многим понять, что происходит на самом деле. Поэтому досмотри его до конца и воспользуйся тайм-кодами в описании, чтобы переходить к интересующим тебя темам. Но вот что происходит одним предложением. Организованное и систематическое разрушение общества, финансовой системы правительств и всего мира, каким мы его знали. И не самую последнюю роль в этом играют Всемирный экономический форум и приватные центральные банки. Они всего лишь пытаются положить начало новой эпохи, новой глобальной централизованной власти банков и их системы контроля. Все происходящее не имеет никакого отношения к человеческой морали, ценностям, демократии, идеологии, изменению климата, союзникам, врагам, политическим партиям и другим, отвлекающим внимание широкой публики факторов. Все дело заключается в миссии глобалистов и частных центральных банков по консолидации власти, контроля и денег. И чтобы выполнить эту миссию, они должны забрать нашу свободу, они должны забрать наши жизни и, наконец, они должны забрать наши деньги. И самый эффективный способ сделать это – разрушить все, уничтожить старый социальный порядок, уничтожить децентрализованное банковское дело, уничтожить нашу валюту, уничтожить нашу культуру, разрушить наши отношения друг с другом и с другими странами. По сути, просто выполнять тезис «разделяй и властвуй» до тех пор, пока не останется ничего, кроме новой системы контроля, где они полностью контролируют каждый аспект жизни каждого человека. Системы, в которой, если они добьются успеха, мы перестанем владеть чем-либо в привычном понимании. Ни домами, ни землей, ни машинами, ни имуществом, ни бизнесом. Нам не будут принадлежать даже деньги, которые мы зарабатываем. И хотя кто-то сейчас уже может писать комментарий «Да ладно, это же теория заговора какая-то, это абсурд». Хорошо, но на самом деле они даже не скрывают этого. Более того, они рассказывают всем о своих планах совершенно открыто и совершенно не стесняясь. Посмотри на это видео, размещенное на ресурсах Всемирного экономического форума еще два года назад. Оно называется «8 предсказаний для мира в 2030 году». Вам ничего не будет принадлежать и вы будете счастливы. Все, что вы захотите, вы возьмете на прокат и это будет доставлено беспилотникам. США не будет ведущей мировой сверхдержавой, доминировать будет горстка стран. Вы не будете умирать, ожидая донора органов. Мы не будем пересаживать органы, вместо этого мы будем их печатать. Вы будете есть гораздо меньше мяса ради экологии и здоровья. Миллиард людей будут вынуждены покинуть свои дома из-за изменения климата. Мы должны будем лучше принимать и интегрировать беженцев. Загрязнители должны будут платить за выбросы углекислого газа, и это будет по всей планете. Это поможет отправить ископаемое топливо на свалку истории. Вы можете готовиться к полетам на Марс. Ученые найдут способ, как сохранить ваше здоровье в космосе. Это будет началом путешествия в поисках инопланетной жизни. И, наконец, восьмой прогноз. Западные ценности будут проверены на прочность. Нельзя забывать о системе сдерживания и противовесов, которая лежит в основе нашей демократии. Это их учебник. Это их план. Но кто опубликовал это видео? Всемирный экономический форум. Кто же его возглавляет? Никто иной, как Клаус Шваб. И посмотри, что он говорил на Всемирном правительственном саммите в 2022 году. История действительно переживает переломный момент. Мы еще не знаем в полной мере его масштабов и тех системных и структурных изменений, которые произойдут. Однако мы знаем, что это серьезно затронет глобальные энергетические системы, продовольственные системы и цепочки поставок. В период кризиса роль правительства становится более важна и актуальна, как никогда. Необходимо провести всемирный саммит правительств, чтобы выйти за рамки управления кризисом и рассмотреть конструктивные пути построения нашего общего будущего. Мне одному эта сцена напоминает выступление злодея из антиутопического фильма. Клаус называет свой план великой перезагрузкой, и он написал об этом книгу под названием «Covid-19 – The Great Reset». И вот цитата из этой книги. «Должна участвовать каждая страна, от США до Китая. Каждая отрасль, от нефти и газа до технологий, должна быть преобразована. Короче говоря, нам нужна великая перезагрузка капитализма». Каким же они видят мир после этой перезагрузки? Я нашел интересную интерпретацию видения Клаусом нас и нашего нового мира, который они нам готовят. Послушай. Я записал небольшую песню. Возможно, вы захотите послушать ее в своем мирке. У вас ничего не будет, но вы будете счастливы. У вас нет ни денег, ни машины, но будет 24 дополнительных вакцины. У вас ничего не будет, но вы будете счастливы. Вы даже не сможете купить всякое дерьмо в магазине из-за низкого социального кредитного рейтинга. Ничего не будет, но вы будете счастливы. Будете счастливы и будете кушать жуков. Кушать жуков – это еще одна вещь, которую нам нагло пытаются продать. Вот статья, которую они разместили на своем сайте в феврале 2022 года. «Пять причин, по которым употребление в пищу насекомых может уменьшить изменение климата». Могли бы постараться и хотя бы насекомые поаппетитнее найти. Если заголовок статьи тебя поразил, то пять причин из нее поразят еще больше. Первая причина. Съедобные насекомые могут производить эквивалентное количество качественного белка по сравнению с животными. Одним из простых способов включить насекомых в свой рацион – это использование белкового порошка из сверчков. Вторая причина. Насекомые требуют меньшего ухода и затрат на содержание, чем домашний скот. Ну, в этом есть какой-то смысл. Третья причина. Протеин и белок становятся дефицитом. Четвертая причина. Насекомые – это часть благотворного экологического цикла. Тогда зачем нам нужно их есть? Разве не лучше оставить их в живых и позволить продолжать вносить свой вклад в этот благотворный экологический цикл? И, наконец, пятая причина для тех, кто все еще сомневается. Спасать ли климат и благотворить ли экологические циклы? Вы можете начать с малого и идти по нарастающей. Может быть, вы все еще не готовы есть насекомых? Это вполне справедливо. Однако существуют небольшие и значимые способы введения белков насекомых в свою пищевую цепочку. Как насчет использования их в качестве корма для скота или приобретения животных белков, которые питались насекомыми? Знаете ли вы, что естественный рацион курицы до ее одомашнивания включал насекомых? Это важный способ оказать реальное воздействие на окружающую среду. Ведь в настоящее время собаки и кошки потребляют четверть мяса, которое производят в США. Что ж, это вполне логично. Курица в естественной среде кушает насекомых. Почему бы не кушать насекомых и нам? Начать с малого и кормить котов насекомыми. Хм. Мой кот говорит, нет, не хочу. Итак, про шваба слышали многие. Но кто является второй по значимости фигурой в картеле Всемирного экономического форума? Юваль Ноа Харари. И вот что он говорит. Сегодня люди это животные, которых можно хакнуть. Знаете, вся идея в том, что у людей есть душа или дух, свобода воли, и никто не знает, что происходит внутри них. Поэтому, чтобы они не выбрали, будь то на выборах или в супермаркете, это их свободная воля. Сегодня с этим покончено. Конец свободной воли. В прошлом многие тираны и правительства хотели это сделать, но никто не понимал биологию настолько хорошо, чтобы хакнуть миллионы людей. Но скоро, по крайней мере, некоторые корпорации и правительства смогут систематически взламывать всех людей. Что ж, после этого предисловия мы, наконец, можем перейти к основному меню. А именно, а именно к хронологии событий и статьи под названием «Все войны – это войны банкиров», написанной Майклом Ривера. Эта хронология привела нас к тому, что происходит сейчас, к организованному и систематическому разрушению мира, каким мы его знаем, частными, приватными, центральными банками. Это очень важно для того, чтобы понять, что конкретно можем сделать мы, чтобы восстать из пепла старого мира, как фениксы, и вместе создать новый, лучший мир. Давай начнем, но сначала не забудь поставить лайк. Это помогает продвижению видеороликов, а мне помогает находить мотивацию для создания новых видео. Большое спасибо. Итак, простая и важная вещь, которую необходимо понять прежде всего. Приватные центральные банки, подобные федеральной и резервной системе, на протяжении столетий развязывали войны, чтобы навязывать свои банковские и финансовые системы другим странам. Чтобы это доказать, начнем с самого начала, с американской революции. В первую очередь она была вдохновлена валютным актом короля Георга Третьего, который заставил колонии вести бизнес, используя только печатные банкноты, взятые в банке Англии под дорогостоящий процент. Впоследствии эти проценты можно было оплатить только золотом и серебром. Знаменитая цитата Бенджамина Франклина легко описывает, как это работало. Все просто. В колониях мы выпускаем свои собственные деньги. Они называются колониальными сертификатами. Мы выпускаем их в соответствии с потребностями торговли и промышленности, чтобы товары легко переходили от производителей к потребителям. Мы сами создаем бумажные деньги, контролируем их покупательную способность и не платим никаких процентов за пользование ими. И это прекрасно работало с момента своего создания в 1750 году и примерно до 1764 года, когда Банк Англии, который являлся частным центральным банком и король, не сделали колониальные деньги незаконными с помощью валютного акта. Следующая цитата Бенджамина Франклина уже про время после принятия этого акта. Колонии с радостью платили бы небольшой налог на чай и другие предметы, если бы Англия не отобрала бы у колоний их деньги, что породило безработицу и недовольство. Неспособность колонистов контролировать выпуск собственных денег, которые Георг III и международные банкиры запретили, и стала главной причиной революционной войны. После американской революционной войны правительство США фактически предприняло шаги, чтобы не допустить появления еще одного частного центрального банка и его вмешательства в деятельность нового правительства. Вот важная показательная цитата Томаса Джефферсона, которая, по сути, предсказала нынешнюю ситуацию в мире за сотни лет до нее. Если американский народ, но тут можно уточнить, что это можно применить не только к американцам, когда-либо позволит частным центральным банкам контролировать выпуск своей валюты, то сначала с помощью инфляции, а затем и дефляции банки будут лишать народ собственности до тех пор, пока наши дети не проснутся без крова на континенте, завоеванном их отцами. Эмиссионная власть должна быть отобрана у банков и возвращена народу, которому она по праву принадлежит. Знаешь, у меня от этой цитаты мурашки по коже идут, потому что инструмент, который может вернуть это право народу, уже существует и он называется биткоин. Джефферсон, сам того не ведая, фактически предсказывает появление биткоина сотни лет назад. А вот что написал Джон Адамс Томасу Джефферсону. Все недоумения, смятения и беды в Америке происходят не от недостатков Конституции или Конфедерации, нет недостатка чести или добродетели, а от откровенного невежества в отношении природы денег, кредитов и денежного обращения. Именно поэтому я и начал снимать эти видеоролики лет 6 назад, чтобы попытаться распространить информацию о том, как работает существующая традиционная финансовая система и какие альтернативы мы можем найти, чтобы попытаться построить лучший мир вместе. Например, финансовую систему на основе блокчейна и биткоин-стандарта. Об этом я писал у себя в Телеграме. Почему все страны в итоге должны будут принять биткоин-стандарт? Только два типа стран принимают биткоин. Страны, у которых нет своего денежного принтера. В Сальвадоре, например, валютой был доллар США, и они почувствовали боль от того, что правительство США печатало доллары, поэтому перешли на биткоин. И второй тип. Страны, в которых наблюдается гиперинфляция. Они напечатали так много, что их деньги стали бесполезны. Например, Аргентина. В конечном итоге все страны попадут в одну из вышеперечисленных категорий. Вот прямая цитата из выступления управляющего банка Англии Маттегю Нормана, выступавшего перед банком США практически сто лет назад, с тем же самым планом действий, который сегодня используют нынешние приватные центральные банкиры. Вот что он сказал. Капитал должен защищать себя всеми возможными способами, как комбинационными, так и законодательными. Долги должны взыскиваться, закладные должны исполняться как можно быстрее. Когда в результате правового процесса простые люди потеряют свои дома, они станут более послушными и более легкоуправляемыми с помощью сильной руки правительства, применяемой центральной властью богатства под руководством ведущих финансистов. Эти истины хорошо известны нашим главным людям, которые сегодня заняты формированием империализма для управления миром. Разделяя избирателей через систему политических партий, мы можем заставить их тратить свои силы на борьбу по вопросам, которые не имеют никакого значения. Таким образом, путем продуманных действий мы можем обеспечить себе выполнение того, что мы задумали. История не просто рифмуется, она почти повторяется. Как же так получилось, что Соединенные Штаты были основаны с намерением не допустить даже появления частного центрального банка, но мы все равно к нему вернулись? И речь сейчас идет не только про Америку. Это ведь повсеместное явление, это происходит всюду, и наши силы, силы того, что они называют электоратом, специально распыляются на борьбу по вопросам, не имеющим никакого значения. Например, нам навязывается ненависть, и мы тратим силы на нее. Банкиры посвятили себя созданию схем, чтобы завладеть нашими богатствами. Они настолько преуспели в этом искусном деле, что могут даже легко коррумпировать лидеров целых государств. Так, например, Майер Амшельбауэр, или же Ротшильд, произнес знаменитую фразу «Позвольте мне выпускать и контролировать деньги нации, и меня не волнует, кто принимает ее законы». И всего год спустя ему и его главному стороннику Александру Гамильтону удалось создать новый частный центральный банк под названием «Первый банк Америки». Он был создан в 1791 году, и уже спустя 20 лет его власти Соединенные Штаты лежали в руинах, а банкиры процветали. Поэтому, когда Конгресс отказался продлевать чартер банку, намереваясь вернуться к государственной валюте, основанной на богатстве, валюте, которая не заставляла бы население платить проценты никаким банкам, глава приватного центрального банка Натан Майер Ротшильд пригрозил правительству США войной. Но даже это не заставило Конгресс передумать, и он не стал продлевать банковский чартер. После этого Ротшильд попытался заставить Спенсера Персиваля, на тот момент премьер-министра Великобритании, начать войну с Соединенными Штатами, чтобы вернуть колонии обратно под британскую корону. И когда Спенсер отказался, на него было совершено покушение. Он стал единственным британским премьер-министром, убитым во время пребывания при власти. Его сменщик Роберт Банкс Джекинсон полностью поддерживал войну против Соединенных Штатов, о которой просил частный центральный банк. Ротшильд финансировал ее практически без процентов, настолько ценнее ему было сохранить власть центрального банка. Это была война 1812 года, и ее целью в том числе была и повторная колонизация Соединенных Штатов, либо же попытка ввергнуть их в такие долги, что они сами сдались бы во власть нового приватного центрального банка. Что в итоге и произошло. Несмотря на то, что США выиграли войну, Конгресс был вынужден выдать чартер другому частному центральному банку, который выпускал валюту Соединенных Штатов и выдавал ее под кредиты и проценты. Этот приватный центральный банк был назван вторым банком Соединенных Штатов Америки. И этот частный центральный банк снова привел США к разрухе с кучей долгов, безработицей и прочими удовольствиями, пока не появился президент Эндрю Джексон. Он провел свою президентскую кампанию под лозунгом «Джексон и никакого центрального банка». Он стал президентом и отобрал банковский чартер у второго банка США. Именно в это время он произнес свою известную речь. «Господа, я тоже внимательно следил за деятельностью банка Соединенных Штатов. У меня есть люди, которые следят за вами, банкирами, в течение длительного времени. И они убеждены, что вы используете средства банка для спекуляции на том, чем эта страна кормится. Когда вы выигрывали, вы делили прибыль между собой. А когда проигрывали, то записывали это на счет банка. Вы говорите мне, что если я выведу депозиты из банка и упраздню ваш банковский чартер, то разорю 10 тысяч семей. Возможно, это так, господа, но это ваш грех. Если я позволю вам продолжать, вы разорите 50 тысяч семей. И вот это будет уже мой грех. Вы – логово гадюки воров. Я решил вывести вас на чистую воду. И клянусь вечностью. Я выведу вас на чистую воду. И он это сделал. Кроме этого, он погасил весь национальный долг Соединенных Штатов. И Эндрю Джексон стал единственным американским президентом, который действительно выплатил государственный долг до последней монеты. И угадай что? На него было совершено покушение. Но, к счастью для него, оба выстрела нападавшего дали осечку. Перед кончиной его спросили, что он считает своим величайшим достижением. Эндрю Джексон ответил, не задумываясь. Я убил банк. Таким образом, когда второй банк США был лишен чартера, он продолжал работать, как самый обычный банк. И потерпел крах примерно спустя пять лет. После Эндрю Джексона к власти пришел президент Тейлор, который тоже выступил против создания нового частного центрального банка. Он заявил, что идея национального банка мертва и не будет возрождена во время его правления. Затем случилась очень странная ситуация. Тейлор умер после того, как съел миску сухих фруктов с молоком, по слухам отравленную мышьяком. Официальной же причиной смерти был заявлен желудочный грипп. Либо же воспаление желудка. Следующим президентом стал Джеймс Бюкенен. Он также не одобрил идею создания нового приватного центрального банка. Но кроме этого, он установил ограничения на выдачу банками кредитов на суммы больше, чем у них было реальных средств. Тут даже угадывать не нужно. Про это даже написали книгу. Ведь его тоже попытались отравить. К счастью, он выжил. Но 38 других человек, которые присутствовали с ним на совместном ужине, погибли. Это безумие череды покушений на президентов, которые боролись с центральными банкирами, подводит нас к следующей войне, начатой этими же банкирами. Это гражданская война в США. Когда конфедерация отсоединилась от Соединенных Штатов, частные центральные банки предложили президенту Аврааму Линкольну финансировать его усилия по возвращению Юга в Союз под 30% годовых. В ответ Линкольн заявил, что он освобождает рабов не для того, чтобы ввергнуть их в рабство центральных банкиров. Кроме этого, Линкольн использовал свои полномочия для того, чтобы выпустить новую беспроцентную государственную валюту, которая называлась «Гринбэк». В ответ на это центробанкиры направили письма в каждый банк США с призывом финансировать основные средства массовой информации, чтобы даже самая захудалая газетенка выступила против Гринбэков Линкольна. И действительно, в то время газеты выступали против них. Так, например, Лондон Таймс писала, что «решение Линкольна выпустить государственную валюту направлено скорее на финансирование гражданской войны, чем на какие-либо другие цели». Цитата Линкольна того времени гласит, «У меня есть два больших врага – армия южан впереди меня и центробанкиры в тылу. Из этих двух именно тот, кто находится у меня в тылу, мой самый большой враг». Центробанкиры даже призвали Европу поддержать конфедерацию, чтобы победить союз Линкольна. Франция и Британия рассматривали возможность нападения на Соединенные Штаты, чтобы помочь конфедерации. Но этим планом фактически помешала Россия. Александр II только что покончил с крепостным правом и имел государственный, а не частный центральный банк, аналогичный исконному американскому, на котором изначально были основаны Соединенные Штаты, до того, как позже центробанкиры перехватили власть. Александр II одобрил военную и другую помощь Линкольну со стороны России. И по состоявшейся традиции, после этого на него было совершено несколько покушений подряд. В 1866, 79 и 80 и, наконец, в 81 году, когда убийство удалось. После победы союза в гражданской войне Линкольн объявил, что продолжит выпуск государственной валюты Greenback, после чего на него тоже было совершено покушение. После его убийства Greenback были изъяты из обращения, их выпуск запрещен, а США были вынуждены вернуться к валюте частного центрального банка и платить проценты за пользование ею. Далее к власти пришел президент Джеймс Гарфилд, который выступал за государственное, а не центрально-банкирское регулирование денежного обращения. Он был застрелен в 1881 и умер через несколько дней после этого. Затем в 1896 году был избран президент Уильям Макинли, который выступал за создание валюты, обеспеченной золотом. Конечно же, что уже совсем не странно, его убили в 1901 году. И таким образом мы пришли к 1910 году, когда шесть богатейших людей Америки провели тайную встречу, организованную Джей Пи Морганом, на острове Джекилл, где и родилась идея создания третьего частного центрального банка США. Да. Существует конспирологическая теория, что на пути Джей Пи Моргана стояли три человека. Это были Джон Астер, Изодор Штраус и, наконец-таки, Бенджамин Гугенхайм, которые оказались на корабле «Титаник» все вместе, когда тот затонул. Что же произошло? Крупные частные центральные банкиры специально потопили корабль, убрали мешающих им людей и получили после этого страховые выплаты? Ну да, Джей Пи Морган получил выплату от страховой компании, когда его корабль затонул. Но все остальное, конечно же, не доказано. Напиши в комментариях, что, по-твоему, произошло с «Титаником» на самом деле. Веришь ли ты в официальную причину или, по-твоему, в этой конспирологической теории есть доля правды? В любом случае, «Титаник» затонул в 1912 году. А уже через год в рождественские каникулы 1913 года был создан Третий Банк США. Это были рождественские каникулы. Поэтому в то время, когда это решение принималось, члены Конгресса, выступавшие против создания нового приватного центрального банка, находились дома. Центробанкиры после создания Третьего Банка США быстро пообещали президенту Вудро Вильсону щедрые донаты на избирательную кампанию, если он подпишет закон о создании банка, что он и сделал. Но самое интересное, что Третий Банк США решили назвать Федеральной резервной системой, чтобы казаться квазиправительственной организацией. Хотя на самом деле она совсем не является государственной. На самом деле это самый что ни есть приватный центральный банк. Вот видеозапись, на которой Алан Гриспин, бывший председатель ФРС США, объясняет, что это частная организация, которая не подчиняется никаким государственным органам. Какими должны быть отношения между председателем ФРС и президентом США? Ну, во-первых, ФРС США является самостоятельным агентством, что означает, что нет другого органа власти, который мог бы отменить наши действия. Пока это так, и пока Конгресс США или кто-либо еще не начнет требовать от нас делать что-либо, кроме того, что мы считаем нужным, отношения между председателем ФРС и президентом США не имеют никакого значения. А у меня, кстати, были очень хорошие отношения с президентом. Еще один интересный факт. Федеральная резервная система США освобождена от всех налогов, кроме налога на имущество. Шикарно. Никто нам не указ, налоги мы не платим. Вот возьми свеженапечатанный доллар и плати нам проценты. Несколько лет спустя, в 1919 году, Вудро Вильсон выразил сожалению, что разрешил создать новый частный приватный центральный банк. Он сказал, «Я очень несчастный человек. Я невольно разрушил свою страну. Великая индустриальная и промышленная нация теперь находится в рабстве у собственной кредитной системы. Мы больше не являемся правительством, основанным на свободном мнении большинства. Мы правительство, основанное на мнении и принуждении небольшой группы доминирующих лиц». Ну а дальше случилась Первая мировая война. До создания ФРС США, которая является третьим банком США, не существовало такого понятия, как мировая война. Во времена Первого и Второго банков ведь тоже не было мировых войн. Поэтому, хотя война началась между Австро-Венгрией и Сербией из-за убийства Фердинанда, внимание всех быстро переключилось на Германию, представлявшую большую экономическую угрозу для Великобритании. И поэтому именно на нее, в соответствии с Версальским договором, свалились все последствия. Одним из таких стало то, что Германия была вынуждена выплачивать деньги собственному приватному банку, который влез в огромные долги, чтобы оплатить войну. За войной последовала масштабная инфляция, и немецкий народ оказался в ловушке бесконечных долгов перед приватным центральным банком. Можно сказать, что в Германии тогда была гиперинфляция. Поэтому, когда к власти пришел Гитлер, его первым финансовым шагом было то, что мы уже видели на протяжении всей истории. Переход на собственную государственную валюту, основанную на богатстве, где не нужно было занимать у частных центральных банков под проценты. После этого экономика Германии начала процветать и расти. СМИ назвали это «немецким чудом». Таким образом, Германия снова становится угрозой для Великобритании. А немецкая государственная, а не центрально-банкирская денежная система, тоже начинает представлять угрозу для приватных центральных банков. Поэтому они искали повод для войны. И, очевидно, Гитлер дал им его. Так, например, звучали заявления подобного плана. «Германия становится слишком сильной, мы должны сокрушить ее». А в 1944 году, в конце Второй мировой войны, ведущие экономические державы мира собрались на роскошном курорте в Нью-Гэмпшире под названием Бреттон-Вудс, где было заключено Бреттон-Вудское соглашение по будущему мировой финансовой системы. Это привело к потере британским фунтам стерлингов статуса мировой резервной валюты. Этот статус забрал доллар США, что вынудило другие страны привязать свои валюты к доллару США на двух условиях. Первое из них. ФРС США не будет чрезмерно печатать доллары США, чтобы использовать их как способ кражи товаров и услуг у других стран в обмен на обесценивающуюся валюту, как это было в случае с имперским налогом Британии. Помнишь, когда в обмен на бумажки Центрального банка колонии обязывались платить проценты Центральному банку Англии в виде золота и серебра? И второе условие. Доллар США всегда можно будет конвертировать в золото по курсу 35 долларов за унцию. И очевидно, что оба условия никогда не выполнялись, поскольку Федеральная резервная система является приватным Центральным банком, который не отвечает перед правительством США или другими органами управления. Вот так откровение. Ну какой сюрприз, да? Далее к власти пришел президент Джон Ф. Кеннеди. Он, понимая цели приватного Центрального банка, подписал указ номер 4.0, который дал казначейству США полномочия выпускать новую государственную беспроцентную валюту под названием The United States Note. Эта валюта выпускалась правительством США и была обеспечена запасами серебра, которое держало правительство Соединенных Штатов. В обращение поступило около 4,5 миллиардов таких долларов US Notes. Однако спустя 5 месяцев после этого на Кеннеди было совершено покушение, после которого все US Notes были изъяты из обращения и уничтожены. Что интересно, что указ Кеннеди номер 4.0 до сих пор остается в силе. Однако с тех пор ни один президент, в том числе и Байден, не отважился даже прикоснуться к нему. В конце концов, другие страны заметили, что накопили огромные кучи долларов США, которые они обменяли на реальные товары и услуги. Например, во Франции заметили, что они меняют кучу вина и сыра на обесценивающиеся бумаги. Конечно, после этого они побежали реализовывать свое право, гарантированное Бреттон-Вудским соглашением, а именно обменять банкноты на золото по курсу 35 долларов за унцию. Поскольку ФРС США печатало эти деньги чрезмерно, чем уже нарушило первый пункт Бреттон-Вудского соглашения, у правительства США не хватало золота для погашения всех заявок. В 1966 году в иностранных банках находилось 14 миллиардов долларов, в то время как США располагали золотом всего на 3,2 миллиарда долларов. В то время в США запретили частное хранение золота и делали все, чтобы население несло свое золото в банки. Именно поэтому Ричард Никсон был вынужден временно приостановить конвертируемость долларов США в золото и отменил золотой стандарт, отмена которого, очевидно, стала постоянной и длится до сих пор. В конечном счете это положило конец Бреттон-Вудскому соглашению. Примечательно, что это произошло в 1971 году, и в том же году был основан Всемирный экономический форум. Первоначально он назывался Европейский форум менеджмента, и его целью было ознакомление европейского бизнеса с американской моделью ведения и управления бизнесом. Странное такое совпадение, или же стремление центральных банкиров к консолидации власти, кто знает. Если что-то можешь сказать на этот счет, напиши в комментариях. Итак, как только стало очевидно, что у США недостаточно золотых резервов для обеспечения своей валюты, вера в способность США выплачивать свои долги снизилась. Для борьбы с этим Ричард Никсон стартовал экологическое движение и создал агентство по охране окружающей среды, которое называлось EPA. Оно фактически позволило правительству использовать государственные земли в качестве залога по госдолгу под видом защиты и сохранения первозданной природы. В итоге около 25% земель США были конфискованы правительством и отданы в качестве залога иностранным государствам. В условиях дефицита земли правительство США заключило сделки с крупнейшими нефтедобывающими странами мира, чтобы продажа их нефти происходила за доллары США. Таким образом, нефтедолларовая система родилась. Это Петродоллар. США стали фактически подкреплять доллар США нефтью, причем нефтью иностранных государств. Неудивительно, что когда Ирак захотел продавать нефть за евро, а не доллары США, в начале 2000-х США снова вторглись в Ирак под предлогом того, что у Саддама Хусейна было ядерное оружие или другие виды оружия массового уничтожения, которые он собирался применить. В действительности они сделали это только для того, чтобы вернуть иракскую нефть к доллару США. Когда Ливия объявила, что будет продавать свою нефть только за государственную валюту, основанную на богатстве, то есть за свой золотой динар, в страну вторглись, ликвидировали ее лидера и установили частный центральный банк. Таким образом, ливийская нефть вернулась на рынок и продавалась за доллары. Некоторые из обнародованных электронных писем Хиллари Клинтон подтвердили, что реальная причина вторжения США в Ливию заключалась в противодействии угрозе доллару США со стороны динара, обеспеченного золотом. Итак, что же мы можем подчеркнуть из истории, чтобы понять, что же на самом деле происходит и кто извлекает выгоду одновременно и из этих процессов, и из их результатов. Как и положено, приватные центральные банки выпускают валюту под проценты, что заставляет страны и население влезать во все новые и новые долги. Как только люди и правительства перестают брать кредиты, начинаются войны, которые заставляют всех влезать в еще большие долги, чтобы оплачивать эти войны. После этого странам и народам приходится брать кредиты для послевоенного восстановления. И этот процесс повторяется снова и снова. Каждый раз меняется только одно количество погибших. В нынешней ситуации, возможная третья мировая война может стать попыткой заставить мир перейти на приватный частный банк и его централизованную цифровую валюту. Цифровую валюту центрального банка. После этого они смогут диктовать нам, что мы можем покупать, а что нет. Какое количество того или иного товара мы сможем покупать. Чем мы можем владеть, а чем нет. Куда мы сможем путешествовать, а куда нет. И так далее, и тому подобное. Вывод из этого, что приватный центральный банк это буквально враг любой страны, в том числе и Соединенных Штатов Америки. Так есть ли у нас надежда? Есть ли у нас шанс создать лучший мир из пепла, более чем вероятной и крайне разрушительной мировой войны? Возможно ли пробуждение народов и осознание ими ловушки, в которую нас всех загнали? Это возможно. Сейчас все намного изменилось благодаря интернету, благодаря доступу к информации и независимой журналистике. Люди стали любознательными, ищут ответы и распространяют информацию. Так что же мы можем сделать? Мы можем это осознать. Мы можем говорить об этом с нашими друзьями, с семьей и другими людьми, чтобы распространить информацию. Мы можем делиться контентом, подобным этому видео, в интернете. Таким образом, просвещая как можно больше людей, ты можешь поделиться этим видео прямо сейчас у себя в социальных сетях. Ведь люди должны быть готовы не только к тому, о чем мы только что говорили, но также и к скорому контролю движения капитала. Когда страны начнут ограничивать движение денег, вывоз денег из своих стран, чтобы они могли продолжать использовать валюты своих приватных центральных банков для порабощения и контроля над людьми. Вероятно, станет сложнее конвертировать фиатные деньги в твердые активы, такие как золото, биткоин и другие. Они будут вставлять палки в колеса. Поэтому сейчас как никогда важно понять, как и почему биткоин и блокчейн предлагают лучшее альтернативное решение приватным центральным банкам. Ведь эта новая система не контролируется ни одним человеком, предприятием, правительством, властью или организацией. Она управляется самой сутью нашей вселенной. Точнее, тем, что ее описывает наукой, математикой и физикой. Фактически, биткоин предлагает нам мир. А фиатная валюта, процентная валюта, валюта центрального банка всегда несет только войну. И это доказано сотнями лет. Меня зовут Богатейший Ди. Увидимся в новых видео. До скорого. Субтитры подогнал «Симон»!